Приветствую вас. Вы знаете, вот, читаю я ваш текст, и сразу понимаю, что передо мной человек достаточно творческий, с массой защит психологических. Придо мной человек, который привык жить с надрыва. То есть вы живёте, постоянно надрываясь, вы живёте, как бы, постоянно рвяя жилы, вы живёте, ну, такая, может быть, не совсем стандартная метафора, но вы живёте постоянно через сигареты, как я это понимаю я, да? То есть, ну, постоянно в нервном напряжении, постоянно в стрессе, вот, ни в чём не уверена, вот. Почему-то, мне кажется, такие женщины, как вы, носят, носят очень практичную одежду, не любят себя, склонны к саморазрушению, вот, ну, то есть алкоголь, сигареты, вот. Могу ошибаться, конечно, здесь, на этот счёт. Вот. По поводу родителей, можно было бы, можно было бы попредполагать, но, пожалуй, не буду. Про них ничего не написали, а жаль, потому что был бы очень полезным. Следующий момент, следующий момент, который хотел бы отметить, это ваша позиция, ваша позиция в тексте, она хоть и... Отдаёт такой искренней силу, таким, может быть, пониманием ситуации, может быть, она отдаёт, опять же, каким-то надрывом, да? А, вот. А, но, тем не менее, она очень выгодна для вас, эта позиция, потому что в ней, находясь в этой позиции, вы вольны откреститься от любого ответа, который вам дадут, вольны сказать. А, это просто не мой вопрос, это просто не мой ответ, и это просто не моя проблема. И, вроде бы, вроде бы вы и ответ найти пытались, но в то же время оставляете для себя пути отхода. А, значит, к решению проблемы, как таковой, скорее всего, вы ещё не готовы. Ну, в принципе, вы об этом и пишете, что вопросов своего вы не знаете, искать в темноте вам не хочется, сложно и так далее. Ну, хотя бы, тогда уж выразили, например, выразили бы позицию относительно того, что любой ответ, который вам дадут, например, да, ну вот. Абсолютно любой ответ. А вы, допустим, примите, например. Но, что интересно, вы и этого тоже не говорите. То есть, вы не говорите, что я приму любой ответ. А почему не говорите? Почему не говорите? А, потому что в этом случае, если вы так сделаете, вам придётся признать, вам придётся признать, признать, что вы сами что-то делаете не так. Вот. Но признать это от нескольких людей, да, признать это от большого количества людей тяжело. И вы делаете вот такой шаг. То есть, вроде бы вы и хотите, чтобы мы вам помогли, допустим. Вот. Но в то же время, мне кажется, что вы не готовы и в любой момент готовы, ну, отойти, соскочить, как говорится и так далее. Вот. На самом деле, свой вопрос вы, я думаю, знаете. Просто сказать, может быть, не готовы ещё. Вот. Но кто-то мне подсказывает, что знаете свой вопрос. Знаете. Вот. Хотя, безусловно, здесь вы легко, легко можете, ну, опровергнуть меня, сказав, что я не прав и что я ничего не знал. Вот. Вот. Это второй момент. Третий момент, который я хотел бы вам озвучить, это момент, связанный с вашей, ну, позицией, да, то, что вот с вами происходит. То есть, я имею в виду, что вот у вас перепады настроения очень сильные. Вот. И, собственно, большая смена, редкая смена происходит, да. Хорошего настроения и плохого настроения. Вот. Значит, что за этим кроется и что за этим стоит? Ну, по описанию вашему, это, значит, маниакально-депрессивный синдром. Вот. Маниакально-депрессивный синдром, по описанию, получается, хотя я, конечно, не могу говорить об этом наверняка, да. Ну, понятно вам почему, потому что нужно вас изучать, чтобы понять. Вот. Ну, маниакально-депрессивный синдром, если он имеет место быть, да, то это достаточно такое серьезное состояние. Состояние, психическое состояние, при котором человек, вот, ну, впадает в беспричинное, на первый взгляд, состояние того, значит, затормотенности, то наоборот. Вот. Ам. Ну, то наоборот. Ам. Активности. Вот. И я думаю, я думаю, что необъяснимость того, что вы чувствуете, того, что вы испытываете, ам. Необъяснимость и неконтролируемость, ам. Связаны с тем, что вы проигрываете, ам, записи с детства, при которых, ам, было все хорошо, ам, у вас, и при которых было все плохо. Вот. То есть это, как правило, ам, такая ситуация возникает, когда в детстве родители, ам, не давали ребенку, ам, четкого понимания того, ам, что хорошо, а что плохо, что ребенок может, например, делать, а что не может. Вот. Одно и то же, ам, ребенку, ам, преподносили, как, ам, что-то хорошее, как что-то понятное, как что-то позитивное, ам, вот. Вот. Это в один, ну, в одно время, в одно время. А, в другое время, то же самое, ам, ребенку преподносили, как, ам, наоборот, что-то плохое. Вот. И из-за этого, из-за этого, ам, ребенок так и не смог понять, вы в детстве смогли понять, ам, что хорошо, что плохо, как нужно себя вести, что нужно делать, ам, когда, как, почему. Вот. И именно поэтому сейчас вы столкнулись с тем, с тем столкнулись, по сути. Вот. 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 Это основание маниакально-депутативного синдрома с точки зрения транзактного анализа. Вот. Вот. Ну, а с точки зрения, скажем так, другой школы, другого взгляда, если угодно. А, тут ситуация такая, что вы обладаете низким эмоциональным интеллектом. Вот. Не путайте, пожалуйста, с классическим интеллектом. Классический интеллект – это совсем другое. Вот. А низкий эмоциональный интеллект связан, в первую очередь, с тем, что вы не чувствуете себя. Вы не отдаете себе отсчет в своих чувствах, в своих эмоциях, в своих переживаниях до конца. До конца. До конца. Именно до конца. на все сто процентов. Вот. Ну, и именно вследствие этого и возникает такая у вас проблематика. Насчет, ну, проблематики именно вот в том, что касается активности, которая перемещается с очень сильной, ярко выраженной пассивностью. Вот. Теперь, давайте поговорим о самом тексте, который вы задаете. Как жить, если ты ничтожество, бездарность, без страха, упрека, цели, смысла и перспектив? Ну, здесь сразу, да, ничтожность, ничтожество и бездарность, это, значит, обесценивание, соответственно, себя. То есть, вы обесцениваете себя, и взялось это не из ниоткуда. Да, взялось это, опять же, из ваших представлений о себе, которые надо корректировать, которые нужно выправлять. Ну, просто потому что без этого вам будет тяжело и сложно что-либо сделать, да? То есть, неадекватно здесь идет восприятие себя, неадекватно здесь идет оценка себя. Вот, значит, значит, это первое, бездарность, это обесценивание себя, значит, так, ничтожество. Значит, значит, это, по сути, обесценивание, обесценивание себя и занижение, да? Вот, дальше, страх это определенный, отсутствие страха это определенный фатализм. Цель, ну, цель это, понятно, отсутствие личностного смысла, того, что вы делаете. Вот. То есть, здесь, мне кажется, все довольно-таки очевидно. Вот. Значит, личный смысл, смысл, это отсутствие, отсутствие системы ценностей, ваших адекватных систем ценностей, скажем так. Вот. Перспективы, это отсутствие прогнозирования. То есть, вот, то, что я вижу сейчас, да, это ребенок такой, знаете, такой агрессивный немного ребенок, да, который стремится себя защитить, вот. Ну, потому что мир агрессивный для ребенка, он не знает, что делать, вот, и он пытается себя защитить, защитить, вот, ребенок. Вот. Вот это то, что я вижу. Это то, что мне видится. Вот. Ну, это, конечно, купируется все, это, конечно, опять же, корректируется, но вопрос заключается в том, насколько вы к этому готовы. Да? Вот. Дальше вы пишите, нет, зачем жить я и сама знаю, потому что у меня сын маленький, сыну надо маму, желательно здоровую, бодрую и нерадостную. Ну, вот, здесь очень явно выражено противоречие личностного смысла. Вы говорите, что сыну вашему нужна, грубо говоря, мама жертва. Вот. Сыну вашему нужна, грубо говоря, мама жертва. Я вам, значит, соответственно, отвечаю на это, что вашему сыну нужна, не нужна мама жертва. Вашему сыну нужна, нужна мама, которая знает, чего она хочет, знает себе цены, знает свои цели. Вот. Вот, значит, кто нужен вашему сыну. Не больше и не меньше. То есть, мама жертва, вашему сыну не нужна. Надеюсь, что вы это для себя поймете. То есть, если вы хотите, чтобы, значит, у вашего сына было всё хорошо, да, если вы считаете, что ваш сын достоин счастья, достоин всего хорошего, то не можно на мамы, которая знает, что она делает и так далее. Вот. Но ни в коем случае не на мамы жертва. Вот. И зачастую лучше перед детьми показывать некую, ну, некую свою слабость, да, если она есть. То есть, в этом страшного тоже ничего нет. Ну, то есть, понятно, что делать это нужно в определённых пределах, конечно же. Понятно, что здесь важно не переборщить. Понятно, что можно, если переборщить, можно всё испортить, это понятно. Вот. Но, тем не менее, искренность и ещё раз искренность. Это то, что может пойти на пользу вашему ребёнку, а не так, что вы будете от него скрываться. Что-то, ну, то, что с вами происходит. Да? Вот. Дальше. Вы пишите, самовыпиливанию скажем нет, будем нацеплять счастливую улыбку и жизнерадоваться предельно старательно и реалистично. Ну, это очень сильно здорово походит на какую-то, знаете, маску, какую-то, знаете, игру, в которую вы сами решили играть. Потому что вам так комфортнее, потому что вам так привычнее, потому что вам так удобнее. Вот. Но эту маску, которую вы надели, надели, она помогает вам только до поры до времени и только, ну, собственно, до определённого предела. Это на самом деле понятно, я полагаю, что здесь никакого секрета нет. Вот. Ну и не нужно говорить, что маска, она не добавляет вам, опять же, счастья какого-то, а маска не делает вас счастливой и даёт так далее, и так далее, и так далее. То есть это, я надеюсь, тоже, тоже понятно. Да? Дальше, значит, это я умею, так, жизнерадоваться предельно старательно и реалистично. Впечатление производить. То есть вы хотите казаться, а не быть. Если человек кажется, а не, ну, если человек старается казаться, а не быть, это означает, что своими собственными эмоциями, своими собственными переживаниями, своими собственными желаниями человек пренебрегает, вот, и по итогу остается неудовлетворенно. Поэтому здесь, я полагаю, не будет лишним сказать вам о том, что необходимо исследовать то, когда вы стали практиковать такое поведение. Поведение, пускание пыли в глаза, скажем так, людям. Вот. Понятно, я надеюсь, о чём идёт речь. Дальше. Как вопрос, повторюсь, как жить, ничтожество и бездарность, вот, в чём вопрос, наверное. Ну, ничтожество и бездарность, если вы себя так называете, не жить никак. То есть ничтожество и бездарность, и бездарность, знаете ли, не живёт вообще. Ничтожество и бездарность, знаете ли, не живёт, а страдает, если угодно. Мучается, если угодно. Вот. Это так происходит. То есть ничтожество и бездарность, ничтожество и бездарность, в общем-то довольно жалкую жизнь имеют. И это вам, конечно, нужно признать. Но я не уверен, что вы хотите это признать. Потому что вы где-то в глубине души, вы верите, что вы не такая, что вы другая. Верите в то, что вы хороши, в то, что у вас есть потенциал. Вот. И так далее. В этом я более чем уверен. Поэтому я предлагаю вам всё-таки, как бы это сказать, более честно, что ли, взаимодействовать с собой именно здесь. Дальше. Так. Значит, в чём вы, в чём вы, мой вопрос, не знаю. Напиши, думаю, на лайв-эксперте. Могут, тут помогут, пусть помогут, хоть помогут найти вопрос и ответ к нему. Нет, нет. Нет. Елена. Ага. Вопрос. Мы вам найти поможем, а вот ответ можно найти только вместе с вами. Дальше. Значит, как говорят китайцы, трудно искать в тёмной комнате неизвестно что. В общем, дело такое. У всех есть мечта. Правда же? Ну, да, мечта есть у всех. Это правда. Что мечта есть у всех. Вопрос, он на самом деле, немножко в другом. Вопрос, он заключается в том, что значит мечта для вас. Вообще, что значит? То есть, как вы понимаете мечту? Вы говорите, много денег мечтаю я. Люблю я их прям как отличный мальчик Бобби, горячо и планом. Ну, как сказал вам мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, наши деньги не являются самоцелью. И мечтой, соответственно, деньги являться также не могут. Это то, что вам в любом случае нужно понять. То есть, это первый такой звоночек, да? Что мечта, деньги это не мечта. Мечтой может быть то, что дают деньги. В это я верю. Но ни в коем случае не мечта. Не деньги. А является самостоятельной какой-то мечтой. Вот. Здесь, я надеюсь, ситуация для вас понятна. То, что вы хотите что-то оставить после своей жизни, это признанного. Вам хочется, чтобы вас признало. Вам хочется чувствовать себя значимым. И вот это уже интересно. Дело в том, что значимость, если вам хочется быть значимым, это, как правило, как правило, потребность в том, чтобы кому-то что-то доказать. А это значит, что вы стремитесь доказывать что-либо. И скорее всего, кому-то из своих родителей. Может быть мужу. Или мужчине. Ребенок, которого сейчас на вас. Кстати, обязательно нужно поисследовать причину того, почему ребенок есть, а мужчины, собственно говоря, нет. Хотя, если вы ведете с ним примерно так же, как и пишете, то есть, ну, если образ ваш психологический, который представляется при прочтении текста, уверен, то, знаете, я не удивляюсь, что он от вас ушел. Дальше. Значит, чтобы не просто издохнуть в итоге ни к чему и валяться червями пожираемой, а в памяти человеческой сохраниться. А вот зачем? Опять же. Это вопрос моего коллеги Кудряшова Игоря Леонидовича. Зачем вам это? Чем это для вас важно? Чего не хватает вам? Знаете? Ведь это, по сути, рационализированное желание. Желание признать. В действительности вам хочется чего-то другого. Скорее всего, хочется любви. Хочется принятия. Хочется такого, знаете... Такой статус, когда... И вот видите, я не говорил, я права. Я права, я смогла. А вы все были не правы по отношению ко мне. То есть это, опять же, потребно что-либо доказать. Не скромно? Да нет, на самом деле, очень, да, не скромно. Так я же не просто так напечатлелищу, я усилия прилагаю. Правда, в субботу не те и не туда. Ну, а что вам здесь можно сказать? Значит... Что-то вы усилия прилагаете? Я верю. А вы то, что не те и не туда? Нет. Точнее, точнее верю в то, что это происходит, но не верю в то, что вы делаете это сознательно. Скорее всего, эти усилия вы прилагаете куда-то ради результата. А так, признание и денег не добиться. Ну, нужное ради процесса. Режим гений, божественные, искрой отмеченный, и ненаводный червь смирячий, переключается стройка с игром внезапно и без переходных этапов. Это то, о чем я говорил. Маниакальный депрессивный синдром с точки зрения транзактного анализа. Вот, вчера я летала окрылённая, весь мир готов был под свои нога. Сегодня я уже всё под столом грызу, ненавижу весь мир. Так, ну понятно. Понятно. Вот тут об этом я уже говорил. Так, и пополню вторую абзацу. То же самое. Так, теперь вы пишите. За то же самое дело, за которое вы брались в момент своего душевного подъёма, вы уже браться не будете, потому что после этого периода ненависти и самоуничижения, имени одного человека, чем я занимался до, будет тошнить. И здесь, совершенно правы вы в том, что не занимаетесь этим делом. Правильно, не надо. С другой стороны, очень важно понимать, для чего вы занимаетесь тем или иным делом. С какой целью вы им занимаетесь. Это первое. И второе, какое значение в этом делу складывается. Какое значение. Вот. Ну и если у вас действительно уникальный депрессивный синдром, то я полагаю, что в зависимости от степени его тяжести, вам может потребоваться действительно помощь психотерапевта, психиатра в клинике. Но необходимо понимать, что препараты даются исключительно только для психического облегчения. Но ни в коем случае не для лечения. Вот. Так. Значит. Сейчас остановилась на картине, а это значит, что через пару недель месяц, если попустит, какие скраски можно будет брать в руки только в комплекте с ведерком, чтобы было куда. Значит. Ага. Так. Впрочем, я уже это пробовал. Превозможно, что превозмогла. Результат, сами понимаете, даже выкидывать стипно. Невозможно получить хороший результат в деле, который ты ненавидишь в каждой своей клеточке. Можно поспорить, но если вы человек творческий, то возможно для вас это и так. Самое обидное при этом, что изначально все получается прекрасно, но почти все, если бы сразу была бездарность, то можно было бы просто смириться с отсутствием перспективе в жизни. Ну вот смотрите. Получается, что вы в итоге не бездарность. Получается, что вы просто человек, который начинает какое-то дело, но у него срабатывает, с одной стороны, запрет на успех, с другой стороны, вот собственно говоря, признаки миниакальной депрессивного синдрома. Я, наверное, не буду останавливаться подробно на этом, потому что это было бы слишком долго. Скажу только, что вы не отдаете себе отсчет, какие именно мысли вводят вас в это состояние. Это нужно исследовать, с этим нужно работать. Другое дело, что если вы не хотите лечиться, да, то есть не хотите, например, пройти аппаратом в психиатре, не хотите работать с психологом, то тоже можно говорить о том, что вы сами к этому стремитесь. То есть здесь может быть также такое действие запрета на успех. То есть потенциал у вас есть, способности есть тоже, это очевидно. Но вот запреты имеются. Хочется творчества, денег, признания. То, что вам хочется денег и признания, это я уже сказал, стремление что-то доказать, это борьба. Творчества хотеться, ну, не знаю. Я творил немного. Правда я, безусловно, не гей, не гей никогда себя не считал. Могу сказать так. По мне творческий человек тот, который не может не выразить как-то то, что у него есть. Ну вот не может выразить и все тут. Просто. И кажется мне, что творчество вы тоже используете не ради цели, а ради процесса. Ой, наоборот, не ради процесса, а ради цели. А творчество это всегда процесс. И даже если ваше творчество гениально, оно не обязательно что признается. Ну, вы, наверное, знаете истории великих людей, творчество Копарик далеко не сразу признавалось. А вам признание оно не сейчас. Поэтому у меня вот очень такой, у меня вот серьезные сомнения насчет того, насколько невинно вы воспринимаете творчество. То есть, знаете, деньги и творчество, вещи несовместимы. Если вы творческий человек, вы понимаете о чем я. Начинаю делать нечто, нечто получается прекрасное, это идеализация. Я молодец, продолжаю делать нечто, все хорошо, продолжаю, все плохо, все плохо, ничтожество, ненависть, убить себя, опа. Ну, смотрите, во-первых, нужно сразу определить, что у меня каждый депрессивный синдром проявляется всегда и во всем. Не только в творчестве, не только в том, что вы делаете нечто. Поэтому для начала, ну, по крайней мере, из вас текст-то мне не понятно, поэтому я вам задаю вопрос. Сначала определите, да, у вас вот эти вот перепады происходят только в процессе деятельности, которой вы занимаетесь, например, творчество. Или у вас эти перепады происходят вообще, даже если вы ничем не занимаетесь, ну, я имею в виду, не занимаетесь творчеством. Если первый вариант, тогда имеет место делать запрет на успех. Если второй вариант, то имеет место быть действительно маниакально-депрессивный синдром. Эм, так, значит, если попробуем другое, ух ты получается прекрасно, я могу одеться, круг-круг стараться. Так, и ещё. Чем дальше, тем периоды я смогу короче и умнить червь всё сильнее. Ну, здесь, значит, на самом деле, опять же, всё тот же вопрос. Вот тот же вопрос, что и раньше. Только всё начинает складываться, как оно тут же начинает трюкаться, и когда раз всё темнее, и вообще ничего. Значит, только всё складывается, и когда раз всё темнее, и без ответа никаких перспектив, ничего. Ну, вот. Ну, Елена, мне кажется, что весь вопрос напрямую зависит от того, как у вас это происходит. От характера вот этих вот припарков. Поскольку дело всё в них, то, соответственно, я полагаю, что с них и начат. Ага. И определить, имеет ли это место быть психологическое явление, да, или это имеет место быть более глубокое, которое необходимо работать. Прорабатывать уже есть врачи. Вот. Соответственно, раз вы находитесь у психологов на сайте, психолог, ну, у нас все психотерапевты и психиатры есть. Вот. Одного я психо... психиатра знаю, его зовут Горщков Александр Николаевич. Или Николай Александрович, не помню, по имени Горщков. Горщков, он у нас тут один такой. Вот. Обратитесь к нему, если вам нужен именно психотерапевт, именно дистанционный психиатр, то есть. Вот. А так, я рекомендую вам, вот, изучить всестороннее ваше припарковое настроение. И далее, если это касается, там, только творчества, то это, скорее, психологическое явление, и психиатр вам не нужен. Если же касается всего, то здесь уже нужно смотреть по ситуации, все это индивидуально. Вот. Потому, возможно, вы и вопрос не можете поднять, потому что всему триггер ваше припарковое настроение, и они абсолютно без причины. Вот. Вот так. Пойдем все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. 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 Пока.